да вот так вас привет друзья сегодня мы с вами поговорим о жестах и мимике то есть это очень важный способ выражения и передавания информации в нашей жизни да иногда мы с вами просто вообще ничего не говорим взяли сложили руки на груди например смотря на своего ребенка и уже сообщение получено ребенком соответственно поэтому сегодня мы с вами поговорим о том как эти жесты и позы разные то что у вас на лице рисуется как это все на английском говорить и какие эмоции это выражает а также мы с вами разберем кучу примеров поехали и друзья хочу напомнить если вам нравится читать и хочется иметь книги по изучению английского языка по грамматике лайфхаки изучение языка прямо в своем телефоне в легком доступе проходите по ссылке под этим видео и зацените наш каталог есть много платных и бесплатных книг на разные темы итак первый жест давайте для простоты будем всех их жесты называть я не буду давайте разделять мимика жест и так далее опять же не кидайтесь к помидорам и буду называть их всех жесты окей первый жест bow your head bow your head bow your head это кланяться то есть дословно наклонять свою голову кланяться bow your head people in japan bow their heads to show respect люди в японии кланяться чтобы показать уважение и это правда в японии от градуса вашего bow наклона зависит степень вашего уважения к человеку с которым вы говорите соул балл его и балл и балл я поница следующий жест фиджет а всем известный фиджет спина когда в жизни не игрался с ним но популярная штука была крутится значит спиннир хороший и так вы не фиджет вы что-то нервно крутите в руках либо сами нервно вертитесь обычно мы это делаем когда волнуемся либо когда просто страдаем от безделья или от скуки you fidget something что-то мы теребим какую-то застежку что-то волосы люди теребят или что-то еще фиджет 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 she fidgeted with her keys as she talked она теребилась своими ключами пока разговаривала she fidgeted he fidgeted nervously in his car он нервно вертелся своей машине то есть он сам сидел на сиденье и вертелся и фиджет и как там фиджет и смайл мы слышим здесь слова окей дом фиджет и смайл и так джулия роберт не вертись и улыбнись окей да фиджет когда вы что-то нервно крутите теребите в своих руках либо сами крутитесь фиджет следующее фраун хмурится фраун он фраунин на фраунин мы обычно фраун если мы чем-то недовольны либо мы очень сосредоточены когда вы очень сосредоточены что-то делаете или смотрите на что-то и фраунин и фраун хилл это декол дмассич фраунин и концентрации он посмотрел на зашифрованное сообщение сосредоточенно нахмурившись то есть он хмурился и смотрел фраун спайлэсбэр кран лузис смайлсвэр кран лузерс вэр фраун говорит майкл кейн то есть значит люди которые улыбаются улыбахи носят корону а неудачники носят на себе хмурый вид окей то есть again фраун хмурится друзья следующий жест shrug your shoulders i'm shrugging my shoulders now guys we shrug our shoulders when we do not know the answer for the question мы не знаем ответ на вопрос i don't know i don't know i shrug my shoulders вот это и называется жест shrugging your shoulders people shrug their shoulders when they do not know the answer to a question люди пожимают плечами когда не знают ответа на вопрос can you shrug anything other than your shoulders can you shrug anything other than your shoulders ты можешь пожимать чем-нибудь еще кроме своих плечей ok guys shrug your shoulders when you do this you shrug your shoulders nod or shake your head это два opposite они противоположные слова when you nod you do this i'm nodding now when you agree with somebody когда вы с кем-то согласны you nodding yeah yeah ага ага yes you nod you nod when you shake your head you say no you i'm shaking my head now i'm shaking my head значит я не согласен или мой ответ нет i'm shaking my head i'm nodding может быть помните я не знаю даже он сейчас существует такой антивирус в россии был популярный nod 32 то есть кивок или кивать 32 ну не знаю вот такое вот название было и так но а игры щеки монет одессы игры интересный факт people in bulgaria not when they want to say no and shake their head when they want to say yes то есть люди в болгарии то есть в болгарском также языке жестов так скажем если человек кивает он не согласен это значит нет а если он shake his head значит да ok did you know that и так еще раз not кивать головой соглашаться shake your head don't shake your head at me don't shake your head at me говорит мэтью макконахи в этом отрывке типа не надо мне качать тут головой следующий жест wink wink подмигивать мигать wink 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 he winked at her and she knew he was thinking the same thing as she was он ей подмигнул и она поняла что он думает то же самое он думает также как она he winked типа ну как люди часто делают они подмигнули типа ну договорились да короче это там wink есть еще такое идиомное выражение со словом wink один слепый wink а или один get a wink of sleep значит что я переводится я не сомкнул глаз дословно я даже ну то есть даже не секунду не поспал не даже не поспал столько сколько длится одно подмигивание один слепый wink о 1 get a wink of sleep last night я то есть не сомкнул год на глаз в прошлой ночи и так wink это подмигнуть wink did you say wink следующий жест это ян зевать ян 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 we couldn't help yawning during his speech мы не могли не зевать во время его доклада или речи заметьте здесь есть классная конструкция we couldn't help but we couldn't help это значит когда вы это не означает я не мог помочь эта конструкция значит я не мог чего-то не делать я не мог удержаться от чего-либо и couldn't help yawning мы не могли себя остановить нам хотелось конечно и сделать но мы не могли этого не делать а у сутая а кунистов юнин я так такой был уставший что я не мог перестать зевать rob their eyes and started to you rob their eyes and started to you он слышим мы здесь в гадком я то есть он читает им сказку и говорит они потирают глаза и начинают зевать и мы видим детки в гадком я это и делают и так еще раз и он это зев или зевать и он следующий жест тут все просто give a thumbs up give a thumbs up этот палец в английском языке называется thumb thumb when you give thumbs up you show your approval то есть вы показываете свое одобрение что вам что-то понравилось give a thumbs up и тут очень просто guys don't forget to give thumbs up to this видео не забудьте поставить лайк этому видео сам за итак друзья следующие два жеста это cough and sneeze cough это and sneeze это чихнуть apchi это sneeze кашлять это cough только что что я показал они разные друзья cough sneeze cough sneeze viruses can be spread through coughing and sneezing вирусы могут распространяться через кашляние либо чихание coughing or sneezing coughing or sneezing I'm gonna sneeze I'm gonna clench and sneeze слышим мы в следующем примере то есть я сейчас сожмусь и и чихну говорит говорит человек в этом видео я сейчас сожмусь и чихну I'm gonna sneeze я собираюсь чихнуть когда вы делаете вот так вот и хотите смотреть на свет вот это называется вы можете сказать I'm gonna sneeze now don't forget to cover your mouth еще один жест кстати don't forget to cover your mouth что значит не забудьте прикрыть свой рот cover your mouth следующее hiccup hiccup это икать или икота hiccup hiccup даже звучит как икота да hiccup hiccup ok I ate too quickly and I got hiccups значит я слишком быстро ел когда вы слишком быстро едите пьете какую-нибудь газировку либо слишком острое you start hiccuping hiccups you start hiccuping и обычно если я ем чили перец слишком большой кусок чили перца взял I start hiccuping ok hiccups my hiccups are gone my hiccups are gone еще раз hiccups икота или икать следующий жест это слэрп это больше звук слэрп это хлюпать когда вы какой-нибудь суп горячую еду чай вот этот звук это хлюпать слэрп 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 she slurped noisily from the cup она громко отхлебнула из своей чашки she slurped noisily I don't slurp your soup Bart don't slurp your soup Bart не надо хлюпать свой суп итак еще раз слэрп хлюпать следующий опять же жест или звук это snore храпеть snore 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 I sleep in another bedroom because my husband snores loudly я сплю в разных в разных мы спим в разных спальнях я сплю в другой спальне потому что мой муж громко храпит кстати вы знали что по статистике треть супружеских пар спят раздельно по причине вот этого храпа либо кто-то туда-сюда toss and turn на своей постели довольно таки много таких пар и так so snore храпеть I snore like a baby в этом видео мы мы слышим I snore like a baby то есть я храплю да вообще как маленький ребенок и последнее но не менее важно интересно особенно здесь в турции где мы находимся сейчас это так так это я не знаю как литературно литературное ли это слово но цикать когда человек делает вот так а этот звук называется tant tantin sound здесь в турции как я сказал это очень 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 важный популярный звук потому что этот звук означает нет еще турки вместе рейс дар рейс the eyebrows они поднимают свои брови и вместе make talking sound it means no it can be confusing это может быть сложно надо понять особенно если вы не знаете турецкой культуры вы заходите в магазин говорите есть хлеб у вас у вас есть хлеб и человек что это значит да нет или он вас вообще игнорирует друзья не теряйтесь в догадках этот звук означает нет пример people in turkey tat and raise the eyebrows when they want to say no люди в турции цикуют и поднимают свои брови когда хотят сказать нет итак друзья надеюсь это видео было для вас информативным интересным из него мы узнали немножечко о том как все происходит в разных странах японии болгарии турции и возможно в вашей стране есть какие-то тоже особые или вашем городе даже есть какие-то особые звуки или жесты которые что-то означают поделитесь комментариях нам будет очень интересно узнать на этом все друзья увидимся очень скоро это был макс инглиш шоу